Дома помогают и стены. В очередной раз это выражение подтвердилось на прошедшем в эти выходные турнире единоборств. Сразу трем спортсменам с Чуваши удалось завоевать чемпионские титулы. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Наступать на своего противника чувашский боксер начал не сразу. Хотя бойцу синего угла Константин Петернов дал понять уже с первого раунда, что на линге он будет вести себя по-хозяйски. Уйти от его ударов сопернику не удалось. Вообще чебоксарский файтер вел на протяжении всей схватки. И она завершилась нокаутом. Герой вечера говорит, что победа ему была просто необходима. Я недавно боксил в Крыму, на той неделе. Ровно неделю назад я провел бой в Крыму, где меня, к сожалению, засудили с местным боксером. Поэтому у меня была большая мотивация победить, доказать себе, что я буду сильнее. Неоднократный призер страны по боксу Игорь Иванов тоже рассчитывал только на победу. На кону стояла престижная награда – пояс чемпиона мира. Но пыл бойцов охладил проливной дождь. Бой пришлось перенести на более позднее время. Организаторы пообещали провести его в чебоксарах. Все, что могли, все делали. Еще раз просим прощения. Главный бой этого дня решили провести, невзирая на дождь. Артур Шишокин бросил вызов поистине опытному файтеру. Филипп Довега даже добивался титула чемпиона Португалии. Свое превосходство иностранец попытался показать и в чебоксарах. Но кикбоксер из Чувашии на домашнем ринге не сдавался до последнего. Гость из Голландии получил серьезный отпор. Ножками, ножками больше. Ручки, ручки, ручки. Ручки, 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 ручки. Бей, 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 бей. Титул чемпиона Европы за рубеж не отправился. Его завоевал чебоксарский боец. Артур признается, что ему помогла поддержка болельщиков. Для меня это большое честь. Стремился, тренировался, служил. Но соперников не легкий, не уловный. Престижные бойцовские шоу Чувашия проводит достойно. Почетные гости турнира в шутку заметили, что недаром в слове чебоксары заложен корень бокс. Хотя в этот раз на столичном стадионе воедино слились разные виды восточных единоборств. Эффектную точку этому празднику поставили монахи Шаолиня. В чебоксары приехали лучшие представители китайского кунг-фу. В храме Шаолиня их отбирали из сотен монахов. Но похоже, что о республике они будут вспоминать часто. Глава региона вручил им часы с чувашской символикой. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Аплодисменты, аплодисменты, друзья!